От Деда Мороза, ух, такой внушительный подарок, но это не может не порадовать. Правда же, какая прекрасная идея, вот так вот сделать полезные трюфели и вообще подарить своим подружкам. Чай очень люблю, не меньше, чем кофе на самом деле. Лучше всего, конечно, это когда чай заварен, вот таким вот образом. Все тематическое, новогоднее, тут даже бык есть. Во-первых, очень хорошая керамика, во-вторых, настолько нежная, и мне кажется, ну не может не вызвать улыбку на лице. Ой, там открытки, я очень люблю прикрытки. Там здесь открытки из разных, серьезно. Из Рима кому-то отправить вот такую фотку и написать «I miss you». Если круассан, видите, он потихонечку начинает двигаться, то есть он уже живет на противне, это значит, что он очень хорошо уже готов, он подошел, расстоялся. Вот что вы купили к Новому году? Мне кажется, что вот сейчас самое время, может быть, даже уже и поздно покупать что-то к Новому году. Купила такие замечательные подарки. Вот, здесь печенье. Думаю, если печенье съедим до Нового года, не успеет оно дожить до подарка, потому что под елку кому-то отправиться, то я напеку своего, и это очень коробка-то какая. Здесь можно нитки, иголки хранить, вообще красота. А себе? Я себе тоже купила подарок. И для меня вообще, я обожаю кулинарные книжки. Я вообще книжки люблю, но кулинарные книжки – это отдельная история. У меня большая такая довольная библиотека дома. И вот купила кулинарную книгу со скандинавскими рецептами. Вот, так что будем что-то готовить. Мне кажется, тема подарков неисчерпаемая, потому что действительно этот момент такой близости человеческой, когда ты получаешь подарок, когда ты даришь подарок, когда ты ищешь подарок, когда ты выбираешь, что ты хочешь подарить, когда ты думаешь о том человеке, для которого ты этот подарок покупаешь. Я вообще, конечно, честно говоря, я делаю сейчас признание. Каминг-аут, как сейчас модно говорить, я не рукодельница вообще. Что касается вязания, то, наверное, я знаю лицевую, изнаночную, и еще английская резинка могу связать единственное – шарф бесконечной длины. Вышивала я крестиком, конечно, в детстве, но тоже без всяких, без выдающихся результатов. И вот все остальное на рукоделии, там какие-то фартуки, которые мы кроили, или ночные рубашки, ничего у меня не получалось никогда. Я не умею. То есть вот это вот вырезание какое-то или там художественные таланты у меня отсутствуют. Но я очень-очень люблю делать подарки. Ну, правда, очень-очень люблю. И для меня подарки, наверное, важнее те, которые я делаю, чем, может быть, даже то, что я получаю. Ну, понятно, это тоже приятно, я вообще что-то лукавить. Но вот именно этот период предновогодних праздников для меня вообще такое… Я отрываюсь по полной. Я… Причем каждый год-то бывает разное. И всем моим друзьям достаются абсолютно… Нет никакого у меня такого вот шаблона. А подарки для меня всегда какая-то такая вещь очень значимая. Дело же не в том, даже насколько они ценные. Но я понимаю, вот как, да, это… Я сейчас банальность говорю и про то, что там дорогая не конфетка, а дорогая приветка, да, так у нас говорили на Дону. Но вот как раз конфетка и приветка. По-прежнему, вот сейчас Новый год совсем-совсем близко, по-прежнему считаю, что на Новый год вот такая история, когда хочется оказать внимание. И, может быть, ты с этим человеком не очень близко знаком, или там, ты не знаешь, какую литературу он любит, например, если я люблю книжки дарить. Ты не знаешь, какого стиля, например, у него ёлка дома. Имеет ли смысл подарить ёлочную игрушку. Ты не знаешь, насколько уместны те или иные, например, свечи с ароматом или без и так далее. Потому что, например, есть подруга, которая просто мерцание свечей не выносит, у неё от этого голова болит. И вот такие вот вещи всегда, мне кажется, всегда вкусные подарки выручают. Тут я, конечно же, знатный эксперт по вкусным подаркам. Но хочется всегда как-то это сделать так, чтобы это не было банально, чтобы это не было похоже на корзину, собранную в супермаркете. И вот непосредственно про вкусные подарки, знаете, вот очень много у нас бывает таких вот корзин и те же самые. Они у меня так и лежат в кладовке, потому что больше, ну куда, что с ними делать с этими корзинами? Я предлагаю подойти вот с утилитарной такой точки зрения к подаркам, например, даже вкусным. Есть у меня одна знакомая, которая очень любит Италию, и по понятным причинам в Италию в этом году она так и не попала. Я очень надеюсь, что в следующем году мы попадём все в Италию, и она, и все остальные, и все, кому нравится Италия и хочется путешествовать. Но тем не менее, вот мне хочется ей подарить немножко Италии. Посмотрите, какая классная идея. Это мусорка, причём такая мусорка, которая, мне кажется, в любом интерьере будет смотреться уместно. Она такая лёгкая, ну именно лёгкая, она почти прозрачная и очень удобная в эксплуатации. В эту мусорку мы положим. Но пока она у нас исполняет роль не мусорки, она исполняет роль как раз... Это всё сейчас тоже здорово, можно купить в магазине какую-нибудь веточку. Вот смотрите, какие настоящие. Ой, как пахнут, замечательно. В общем, она у нас будет служить таким как бы сосудом, праздничным, в который мы погружаем Италию. Ну вот, понятное дело, Италия это значит игристое вино, Италия это значит кофе. Ну, я знаю немножко вкусы моей подруги, естественно, и поэтому я... Она, например, не любит эспрессо, она любит свежемолотый кофе, который приготовлен во френч-прессе. А френч-пресс, на самом деле, вы знаете, ребята, они не такие, как чайники заварочные. Их нужно менять всё-таки. Вот эта вот резинка, да, которая находится вот здесь, она, к сожалению... Ну, это не резинка, это такая металлическая штучка, которая должна удерживать кофе, к сожалению. Два-три года, и она выходит из строя, она растягивается как-то и начинает пропускать эти крупинки кофе наверх. Самое приятное для меня в этой ситуации, что, во-первых, и сосуд, в котором находятся подарки, будет тоже использован потом. Потому что, ну, кому придёт в голову дарить мусорку? Странно как-то, правда? А тут вот, смотрите, как здорово. Ну вот же, кайф. Ну и потом макароны разных сортов, потому что те, кто любят Италию, они все любят макароны. Это я тоже спокойно в этом уверена, не сомневаюсь, что это пригодится. Ну, вот тут, на самом деле, такая туристическая история, потому что все эти цветные пасты, это, конечно, это так, это развлекало. Абсолютно не то, что едят итальянцы дома. А вот дальше уже, вон, смотри, трипалати ин бронзу. Вот это как раз на бронзовых матрицах сделанное по отмече. Всего нужно искать спагетти для граньяна. Вот, собственно говоря, такие спагетти мы используем для приготовления путанески. Вообще интересно, путанеска, карбонара, спагетти ала норма. У каждой, даже название само по себе уже говорит о том, что у этой пасты огромная история. Паста в Италии, конечно, как для белорусов картошку не вхажет. Для нас просто, я думаю, гречка или хлеб, потому что без пасты нет никуда. Ну и потом не всегда себе купишь там какие-нибудь редкие сорта попробовать. Например, вот это вот с семенами льна и с такой твердой муки, но еще сольном, и поэтому они богаты эти макароны клетчаткой, то есть практически полезные макароны. Ну, оливковое масло понятно тоже, это у нас символ Италии. Дальше, ну, оливки, вообще на самом деле можно что угодно, вот такое вот итальянское положить. Может быть, какие-то итальянские конфеты, может быть, вот бальзамический уксус, вяленые томаты, еще немножко положим веточек, артишоки. Ну, а тем, кто готовит, кто любит готовить рис, грамотный для приготовления ризотто, вот, как уже сказала, вяленые томаты, перец чили, пепперончино сухой, какие-нибудь специи итальянские. То есть тут все приветствуется. Ну, смотрите, как здорово, мне кажется, это прям от Деда Мороза, ух, такой внушительный подарок, но это не может не порадовать, для того, чтобы это как следует доставить, либо завернуть в прозрачную бумагу, завязать бант, ну, или в мешок какой-нибудь, понятное дело. Вот один у меня уже готов. Следующая история, смотрите, мне, например, очень нравятся всякие венки на окна, на двери, ну, и, честно говоря, я их дома использую для того, чтобы вот именно в этот период, когда мы, у нас долгие зимние праздники, начинается все в начале декабря, заканчивается все в конце января, правильно? Ну, вот. И вот, например, вот это положить на стол, в центр можно поставить или большую свечу какую-нибудь ароматную, или можно положить просто мандарины, и они будут красиво горкой. Ну, или вот так, смотрите, кладем вот сюда в коробку такой веночек, чтобы подстраховаться и ничего хрупкое не разбилось, опять возьму вот такую солому, сюда чайник, между прочим, это мое совместное производство с компанией Вилмакс, очень удобная чайная посуда, почему удобная? Ну, кроме того, что это просто действительно очень удобный, красивый чайник, но еще и вот эта белая посуда, она женится абсолютно с любым интерьером, с любой эстетикой, какая есть на кухне или на столе обеденном, то есть это можно абсолютно не волноваться, никакая эклектика опасная не грозит. Дальше, например, вот такая чайная чашка. Одна или две, зависит от того, ну, я не знаю, там, два человека в доме, кому вы дарите подарок, или человек одинок, пока или принципиально, неважно, как, неважно, это вообще нас не должно волновать. Чашка и блюдце. Ну и хороший чай. Хорошо бы, конечно, знать вкусы, кому вы дарите подарок, но я вообще считаю, что хороший черный чай или хороший зеленый чай, для меня это всегда такой подарок, которому я очень рада, потому что я чай очень люблю, не меньше, чем кофе на самом деле. Я понимаю, что у меня репутация заядлого кофемана, но на самом деле я чай тоже очень-очень люблю. И черный, и зеленый, и какие-то фруктовые чаи, какие-то чаи детокс. И для меня важно, бывает, конечно, хороший чай в пакетиках, но это крайне редко, когда муслиновые такие мешочки. Это вот Мариаш Фреер делает такие хорошие пакетики, в которых действительно видно, что это чай, не какая-то труха. Но лучше всего, конечно, это когда чай заварен вот таким вот образом. То есть это чай, вот, это листья, красивые. И для меня тут просто, ну как бы чайная церемония, понятное дело, как приятно, когда вот ставят такие всякие маленькие штучки, такое какое-то внимание к деталям, и для меня все это чай делает вкуснее, как это ни странно. Но все-таки люди, да, как они все в голове, вот тут вот все поставили, песочные часы, сразу чай ей вкуснее. Нормально. Но если серьезно, то, безусловно, я очень люблю доржелинг. Например, доржелинг весенний, он очень легкий, он не такой крепкий, как, например, доржелинг летний. Вообще я люблю сам, а сам когда-то очень мне нравился с молоком, но сейчас я чай с молоком вообще не пью. Редким, вообще редко могу выпить чай с лимоном и с медом, когда мне действительно холодно, когда нужно согреться, и когда, честно говоря, чай может вытерпеть вмешательство лимона и меда. Вот, а вообще хороший чай, это совсем, это так же здорово, как хороший кофе. Ну, а дальше можно добавить сюда шоколад, можно добавить какое-нибудь домашнее варенье, можно добавить какое-нибудь домашнее печенье, или вот так, смотрите, вот такая ложка для того, чтобы чай насыпать, для того, чтобы заварку отмерять. Ну и, в принципе, по большому счету, дальше закрываем, завязываем праздничными ленточками, прикрепляем открытку поздравительную, и вуаля, еще один вариант подарка. Также, вот смотрите, можно взять побольше такой венок. Красота! И вот теперь это уже венок и будет основой упаковки. Мы берем, вот, например, такую бумагу, на бумагу венок, а дальше, например, шарф, шапка, носки, все тематическое, новогоднее, тут даже бык есть. Ну, еще вот, например, такая замечательная штука. Знаете, у меня есть один приятель, который мне на каждый день рождения, и иногда на Новый год тоже дарит по фляжке. У меня их уже целая коллекция. Поверьте, всегда нужная вещь. Особенно, когда, например, съемки зимой, без этого никак не обойтись. Ну и шутки шутками, но на самом деле есть очень красивые фляжки, они действительно есть серебряные. Между прочим, мне кажется, первый мой подарок моему мужу на Новый год так и была серебряная фляжка в Лондоне, серьезно. Вот не верьте, спросите у него, когда встретите. Вот еще такая штучка. Ну и, например, ароматическая свеча, какие-нибудь игрушки елочные. Ну, то есть, это уже такая более, я бы сказала, менее съедобная история, менее съедобный вариант. Но зато, смотрите, как вот ничего из того, что находится в этом венке, не будет выброшено. То есть, тут нет, ну, кроме вот этой, может быть, упаковки, а так, в принципе, здесь нет бесполезных вещей, начиная от основы венка, ну и заканчивая всем остальным, что здесь лежит. Потому что вот этот, например, хлопок можно положить на елку, и это будет очень красиво. Так, и теперь мы вот это все завязываем. Ну и, конечно, без открыток желательно подарки не отправлять, потому что все должны знать имя, фамилию Дед Мороза. Ну, здорово же, правда. Самое главное, что нет вот этого бесполезного упаковочного материала. Ну, а теперь я прихожу к любимому моему варианту сладких подарков, вкусных подарков. Ну, кстати, не только сладких, вообще вкусных. Смотрите, во-первых, вот если есть такая замечательная тарелка, я обожаю вот эту посуду, которая делает любой стол радостным, серьезно. То есть это вот, во-первых, очень хорошая керамика, во-вторых, посмотрите, как это, ну, это настолько нежное, и мне кажется, ну, не может не вызвать улыбку на лице. И вот, например, на такую тарелку вот это сырное печенье. Кстати, рецепт этого печенья вы можете найти в программе «Сладкое, соленое». Мы его подавали вместе с таким зеленым красивым супом осенью 18-го года. По-моему, это вот как раз то, что мне, во всяком случае, сегодня в субботу настроение улучшило. Так что у вас-то что сегодня, сладкое или соленое? У меня соленое. Да какое! Там оно было в форме листиков, ну, потому что была осень, а сейчас зима. Поэтому здесь оно в форме снежинок и елочек. И есть у меня такие мои любимые друзья, которые от этого печенья сходят с ума. Ну, это действительно, вы попробуйте приготовить, но остановиться нереально. Это просто наркотическое, абсолютное одурманивание наступает. И вот это печенье в подарок отправится вместе с этой тарелкой. Ну, это же прекрасно. Завяжем точно так же в такую же пленку, и будет вот такая вот история. Или берем, например, вот такую коробку. Коробку делаем основание из вот такой нарядной бумаги. Ну, вообще вкусные подарки, ребята, я вам хочу сказать, тут такая двойная история. Во-первых, на самом деле, мне кажется, человек всегда ценит усилия, и то, что подарок, ну, персональный, он не в принципе, не то, что он много стоит, а то, что ты потратил время, ну, конечно, либо чтобы купить подарок, ну, либо чтобы его еще лучше сделать самому, ну, вот приготовить. А когда ты угадываешь со вкусом, вот, например, если как раз-таки есть любители печенья и одновременно любители Италии, ну, что может быть лучше, чем приготовить вот такие настоящие контуччи? Тоже, кстати, есть рецепт в интернете. Я их готовила неоднократно, совершенно разные, разнообразные могут быть сочетания. Это могут быть миндаль внутри классика, вот это вот миндальные классические контуччи. Это может быть фисташка, это может быть шоколад. То есть в контуччи действительно можно добавлять абсолютно любые любимые ингредиенты. Толщина у такого сухарика должна быть сантиметр. Все, температура в духовке 180 градусов, буквально там на 7-10 минут, чтобы они стали золотистые, все. Вообще контуччи, они хороши тем, что они хранятся, ну, у тех, которые не любят контуччи, они могут храниться вообще долго, но у тех, кто любит, но все-таки держит себя в руках, они могут храниться совершенно спокойно пару-тройку недель. Ну, подают контуччи со сладким вином в Тоскане, во всяком случае, на десерт. Кстати, прекрасная идея для новогоднего стола. Вместо того, чтобы делать слоеные торты, выпекать вот это все, тратить часы на то, чтобы у вас в 5 утра кто-то захотел сладкое, что очень маловероятно, во всяком случае, в случае меня и моих гостей, но, тем не менее, вот это как раз для меня реальные, кому хочется немножко сладкого, чай, кофе, опять-таки, винсанто, как в Тоскане, и вот получается вот такая красота. Завернули, накрыли, запечатали и отправили, самое главное, опять не забыть про открытку, чтобы имя Деда Мороза и Снегурочки не потерялось. И теперь вот еще осталась у меня такая история, как вот эти конфеты, как раз подойдут в подарок тем, кто любит сладкое, но считает, что лучше без, как бы, муки, без глютена и так далее, вот такие десерты предпочитают, потому что здесь вместо сахара финики есть пудра какао и никакой вообще другой вредной истории не содержится. Вот такие домашние конфеты, понимаете, в фисташках, внутри основа из орехов кящую, то есть это действительно такая, если вы думаете о том, что все-таки вы живете здоровую жизнь, что вам нужна энергия, что вы не хотите поправляться, когда едите сладкое, вот, пожалуйста, рецепт для вас. Тоже мы, на самом деле, совсем недавно готовили в программе «Едим дома». Ну и кроме того, что мне кажется, это действительно очень интересный вариант, правда, десерта на праздники, а какой подарок чудесный, правда же, какая прекрасная идея вот так вот сделать полезные трюфели и вообще подарить своим подружкам. Можно, конечно, это подарить тоже вот так с такой тарелкой, ну или либо совсем вот так вот просто в пакет завязать красиво. Но в данном случае, если конфеты вы сами лично доставляете, вот такой обертки достаточно, чтобы они не были слишком сильно подвержены превратностям судьбы при перевозке, а если нет, то можно взять, например, вот такую коробочку и отправить их в коробочке, но еще можно вот так вот украсить, ну и сверху, как я сказала, обязательно какие-нибудь открытки. Вообще, открытки на Новый год – это тоже тема особенная. Когда мы могли больше путешествовать, обычно с сентября, с октября-ноября запасаюсь открытками, которые привожу из всяких дальних стран, где любят праздновать и знают толк в праздновании Рождества, вообще все эти, знаете, рождественские базары и так далее. Ой, там открытки. Я очень люблю привозить открытки из разных, серьезно. Если удается найти такую вот прямо особенно руками сделанную открытку, мне кажется, это такой прекрасный подарок кому-то написать. Даже... Спасибо за чудесный вечер. Даже можно прямо отправить по почте. Может быть, после открытки из Рима кому-то отправить вот такую фотку и написать омиссию. Но сейчас мы тоже быстро учимся. У нас тоже появилось много всяких красивых, посмотрите, как здорово. Всяких красивых вот таких вот оформленных открыток. Ну что нужно кусочек? Во-первых, нужна ручка. Кстати, желательно чернильная, потому что с чернильной ручкой получаются красивые надписи. Ну и все. Дальше как-то закрепить открытки, не забыть их вложить в ваши подарки. Ну вот на самом деле я этот подарок, это не моя идея, это моя, одна из моих любимых подруг, и именно так мне подарила эту форму. Форма, посмотрите, какая прекрасная, замечательная для подачи и тортов, и можно в ней хранить, например, иногда хлеб, круассаны, булки, которые я пеку дома. Ну просто идеально, потому что, видите, это стеклянное такое... Помните, у нас были в детстве хлебницы? Ну те, кто помнит, понимают, о чем я говорю. То есть это такое, как бы, должно быть пространство, в которое не попадает кислород, для того, чтобы не сохло ничего, и поэтому торт гениально совершенно хранится. То есть что я делаю? Я пеку, ну это, конечно, я пеку только для своих самых-самых близких и любимых гостей или друзей, и вот так вот этот торт помещается вот на эту прекрасную подставку, закрывается сверху крышкой. Особенно это здорово работает, если, например, вы отправляетесь, ну, к кому-то в гости встречать Новый год. То есть вы приходите, с одной стороны, не с пустыми руками, и хозяйку, ну, желательно предупредить заранее, чтобы она бедненькая не убивалась с приготовлением Наполеона, потому что вот это и есть Наполеон. Между прочим, Наполеон по совершенно особенному нашему домашнему рецепту. Я не люблю геометрию украшений домашних десертов. Предпочитаю так, чтобы это было вот так вот слегка небрежно, но при этом художественно. У меня голубика, у меня ежевика, и теперь малина. Пошла, пошла, пошла. Мне кажется, очень нарядно, вполне себе получилось. Ту клубнику, которую мы нарезали, я укладываю так, чтобы были видны зеленые хвостики. Обратите внимание, какая это красота. Ну, и спросите меня, Юля, а что же ты будешь делать с этими крошками? Ты про них что, забыла, что ли? Нет, я не забыла, я их съем. А потом, когда Новый год закончится, у этой хозяйки останется не только память о вкусном Наполеоне, но еще останется эта подставка, в которой она уже сможет хранить и подавать свои собственные торты. Ну и, конечно, как я сказала, не забываем про открытки. Ну, кстати, открытку можно вот так вот вместе с веточкой, смотрите, как здорово, вот так вот прикрепить. Если боитесь, что потеряется, ну, можно использовать скотч. Здорово же, правда? Новый год совсем-совсем близко, чувствуется его приближение. Ну, вот очень много, конечно, сейчас таких вопросов, как мы будем встречать Новый год. И, естественно, этот Новый год будет необычным Новым годом, мы не будем сейчас про это говорить. Очень надеюсь, что он будет веселым, очень надеюсь, что он будет радостным, что он будет вкусным. Про рецепты поговорим отдельно, но еще я хочу сказать, у меня, например, действительно очень приятная такая ситуация. Мои друзья проведут со мной не только новогоднюю ночь, но они еще останутся и пробудут с нами несколько дней. Я действительно обожаю такие моменты, потому что это, когда ты находишься с любимыми людьми, и не в один день нужно выдать все кулинарные рецепты, как-то все обсудить, перетанцевать все любимые танцы, послушать все любимые песни. Но вообще есть такая возможность отдыхать немножко расслабленно. Но при этом для меня очень важно, чтобы этот отдых был не просто интенсивный, насыщенный, радостный, но и такой активный, но еще чтобы было время и пространство отдохнуть. У меня вот есть такое гостевое пространство, очень я этому рада, что в свое время мы как-то построили такой гостевой домик. И вот мои друзья, которые у меня будут со мной встречать в Новый год, потом будут здесь ночевать, и, собственно говоря, у них будет вот такая возможность абсолютно спокойно проснуться утром, вынуть из холодильника Whirlpool, одного из моих любимых помощников на кухне, вот такую заготовку, например, для того, чтобы почувствовать себя расслабленно и по-настоящему как дома. Между прочим, в этом холодильнике он оснащен такой технологией, которая называется Sixth Sense Control. Это значит шестое чувство. Вот у Гумилева есть такие прекрасные стихи, которые так и называются шестое чувство. Прекрасно в нас влюбленное вино и добрый хлеб, что в печь винар садится, и женщину, которая дано, сперва измучившись, нам насладиться. Ну и там дальше про зарю и так далее. Вот это заря и так далее, это шестое чувство. А в холодильнике Whirlpool этот Sixth Sense Control, это значит, вот я сейчас открыла холодильник, вынула оттуда круассаны, которые, посмотрите, были у меня замороженными. Все, что нужно было сделать на ночь, из морозилки я их переложила в холодильник, и вот они у меня расстоялись. И вот теперь температура в холодильнике установится такая, какая нужна. То есть оно быстренько сам сориентируется, что какое-то время дверь была открыта. А вот в морозилке есть вот такой прекрасный шкафчик для Нового года, ребят. Это просто необходимость, потому что здесь есть лед, и шкафчик так и называется. Такая полочка изи-как, то есть очень легко можно добраться до этой полочки со льдом. И теперь эти круассаны переносятся на противень. Между прочим, сейчас действительно появилось столько вариантов вот такой классной выпечки. Сейчас можно купить круассаны абсолютно идеально приготовленные, замороженные. Я точно знаю, что в них нет никакой химии. Это действительно сливочное масло, немножко дрожжей, мука. Все, соль. И теперь я беру вот эти круассаны, они были у меня заморожены. Я их разморозила, как я уже сказала, ночью не провели, просто в холодильнике. Очень важно, что когда вы размораживаете круассаны, дать им возможность, видите, иметь вот такое вот пространство друг около друга. И вот поднять один, и он вот такой легкий-легкий, уже просто невесомый. Еще, и я вот видела профессиональные кондитеры, они делают вот так вот. И если круассан, видите, он потихонечку начинает двигаться, то есть он уже живет на противне, это значит, что он очень хорошо уже готов, он подошел, расстоялся. А дальше нужно сделать следующее. Нужно взять один желток, немного молока, буквально столовая ложка, и как следует круассаны наши смазать. Ну, потому что круассаны без золотистой хрустящей корочки, это, конечно, совсем не то. Нам нужно, чтобы они были золотистыми, вот такими. Вообще, мне кажется, приятно в такие дни, в каникулы, не только гулять, наслаждаться свежим воздухом, смотреть кино, ну и, конечно, готовить. И причем есть, конечно, тоже очень приятно, когда кто-то для тебя готовит. И мои друзья, конечно, любят, когда я готовлю. Но вот когда есть такая возможность здесь у нас, как бы, за городом пожить и самим как-то что-то потворить, мои друзья с удовольствием обычно вот к таким уикендам или вот к таким долгим праздникам относятся. Так, все, круассаны я смазала. И теперь дальше самое интересное. Вот, собственно говоря, работы никакой, такой прям работы, зато масса интересных экспериментов. Вот моя духовка тоже wearable, между прочим, и она тоже обладает вот этим прекрасным шестым чувством. То есть в ней тоже есть вот такой интеллектуальный уровень управления, то есть six sense control. Вот функция, видите, вот она прямо написана, функция six sense, то есть шестое чувство. Мы выбираем именно эту функцию и дальше выбираем, что мы хотим. Ну вот у нас, естественно, это у нас такая выпечка. И дальше круассаны. И вот смотрите, можно прямо взять сразу круассаны замороженные, то есть их не нужно растаивать. А можно взять круассаны, которые у нас уже расстоялись и разморозились, как мои вот эти. Отправляем их на средний уровень в духовку. Все, закрываем духовку и выпекаем. И вот указано время приготовления. Эти круассаны будут выпекаться 35 минут, ну потому что духовка сама знает, как нам все нужно сделать. Результат будет действительно блистательным. Ну что, вот теперь это самый приятный момент. Вот, понимаете, когда дома, да еще и на каникулах, да еще и на завтрак с утра, когда на улице холодно, а ты выспался вдоволь, и никто у тебя, понимаете, над душой не стоит. Пришел на кухню, сам себе хозяин, как дома. И вот такую красоту приготовила, ну это же просто счастье, по-моему. Что осталось только сделать? Заварить кофе. Я вот не знаю, как вы, но, конечно, у меня очень такое трепетное отношение к чайнику со свисточком. И когда с утра вода закипает, и свистит вот такой вот чайник, сразу какое-то ощущение, что весь день впереди, ну в принципе вообще много чего впереди хорошего есть. И вот я сейчас, кстати, на своей варочной панели Whirlpool активировала вот конфорку. Очень быстро закипает здесь вода, и вообще можно выбрать как раз программу для приготовления любого блюда. Там сварить яйцо, например, или приготовить кашу, томить мясо и так далее. Ну или чтобы быстро-быстро закипела вода. И, на мой взгляд, все-таки этот завтрак должен быть, ну почти такой, с французским акцентом. Petit de journée, как говорят французы. А для petit de journée, on a besoin du café. То есть нам нужен кофе. И вот это как раз такая система приготовления, так и называется, французский пресс. Мы приготовим кофе по-французски, как делают это французы. Кофе. Ну, я вообще люблю такую итальянскую обжарку, поэтому мой кофе это итальянский кофе. Ну, в принципе, вы можете взять любой кофе, который вам нравится. И, в принципе, на одну порцию, вот здесь две чашки кофе, на одну порцию нужна где-то, на мой взгляд, чайная ложка с горкой. Ну, я чуть-чуть еще больше добавила, потому что я люблю крепкий кофе. Хотите с молоком, хотите со сливками, я думаю, вообще на новогодние каникулы можно и со сливками, и с круассанами, и вообще с чем хочется, и с шоколадом тоже. Ну вот, чайник закипел. И заливаем кофе. Тут один такой мой маленький секрет, наверняка те, кто пользуется подобным френч-прессом, его знают. Обязательно нужно немного подождать, прежде чем опускать вот сам пресс вниз. Потому что если сразу начать давить, есть такая серьезная опасность, что выпрыгнут вот эти вот сами по себе перемолотые зернышки кофе, и тогда все будет испорчено, понятное дело. Ну и как раз пока мы готовили кофе, круассаны, их, конечно же, нельзя есть прям совсем с полужара, то есть они могут быть теплыми, и это, конечно, очень вкусно, когда круассан теплый, но вы, в принципе, спокойно должны быть в состоянии вот так вот держать их руками. И посмотрите, какая это красота. Ну какая булочная, ребята, с утра 1 января, например, а? А? Ну я понимаю, что утро 1 января, это такое размытое понятие, но тем не менее, пусть даже это утро будет в 2 часа дня, но тем не менее, вот это завтрак. И дальше, так вот, острым ножом мы разрезаем круассан, и что мы видим? Мы видим, как я уже говорила, здесь только воздух и сливочное масло, и больше ничего. Ох, скорее, 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 и вот сейчас уже можно, например, вот так вот, аккуратно, не торопиться, видите, вот теперь все грамотно. Вот теперь кофе тоже готов. Я предпочитаю, честно говоря, черный крепкий кофе без сахара, без молока и без сливок, с горячим круассаном. Ну и, конечно, мне кажется, радость на кухне не может быть полной, если нет еще помощи, потому что бы не ликвидировать весь тот беспорядок, который неизбежно остается после того, как мы занимаемся приготовлением еды. И поэтому вот есть у меня еще один такой прекрасный помощник, посудомоечная машина Мирпул, которая, конечно же, быстрее и гораздо эффективнее, чем я сама своими руками под краном, перемоет всю посуду. И для меня, мне кажется, в этом и есть настоящий праздник, когда ты действительно получаешь удовольствие от процесса и не думаешь о том, сколько усилий ты потратил на все эти манипуляции. Поэтому как здорово, что есть помощники.